Байки про байки и про байкеров от Алексеича Мото-М Байки про байки Байки про байки и про байки Да, честно говоря, вообще выпивка достаточно спорное занятие, скажу тебе, с возрастом, ты все больше это осознаешь Да В отличие от юности Чем старше, тем... Тем меньше Нет, тем старше, тем... Тем больше Как ее называют... Стадия первая, вторая, третья, чем старше, тем больше стадия Ну да, на этом все, поздоровались Да, наконец Теперь переходим к мотоциклам И сегодня у нас речь пойдет о знаменитом индийском производителе, как я понимаю, да? Вот как правильно произносится название? Баджаджа Баджаджа Это фамилия Баджаджа, фамилия Нурсултан, как его там? Нет, нет, нет Джамала... Джамал... Вот все-таки Новый год, все-таки был... Джамалом, короче Ну хорошо, да Джамалом, Баджаджем была в 1927 году основана компания Баджаджа Вот, эта компания занималась чем угодно Вентиляторами, в дальнейшем страховкой, металлом Ну в общем все, что попадалось, всем занималось Но где-то там уже в году в 45-м, в 1945-м Они начали делать все-таки мотоциклы, мопеды, скутеры И, значит, они купили лицензию итальянского мотороллера То есть они что-то пытались сделать свое, у них не получалось И они купили... Вот как у нас была вятка электрон Вот точно такой же... То есть патент получается, да? Купили патент, да Купили патент, вот... Сейчас мы выясним... У нас там патент на производство... На Веспу 150 Двухтактную, все с кикстартером, железную, как у нас То есть... То есть... Как у нас где внизу стоит, которая рыжая Вятка у нас был такой мотороллер Вот... Он металлический Это тоже копия этого же мотороллера Вот... И... Они их ляпали очень долго Они дымили жутко Они были похожи на итальянские Но там все было по-индуски написано Вот... Они много еще чего делали Они там... Хонду... Из Хонды что-то похожее делали Такие уже поменьше мотоцикли И... Давайте про семью остановимся Значит... Был... Было несколько сыновей... Ну, то есть... Один сын сперва принял компанию В 54-м году Камал Наян Господи... Да, сын старший Он долго рулил компанией, но... Потом он умер Этот сын... Ну, естественно... Этот Джамал тоже умер Естественно... Потом, значит... Второй сын... И... У этого сына... Родился... Сын Рахул И... С... 1965 года Он... Руководил этой компанией Вот... И сейчас уже... У Рахула... Молодой... Ну, как относительно молодой Такой же как я уже... Внук, что ли? Да... Это уже правнук... Это уже правнук рулит... Раджив... И вот этот Раджив... Вот он... Уперся в современные мотоциклы... И... Довел вот эти мотоциклы до... До совершенства... Которые стали уже конкурентоспособны во всем мире... То есть не только по Индии ездить... И они, в общем-то... Он, конечно, молодец... Он даже там со своим отцом говорил... Или мы вот... Вставляем электронные... Электронный впрыск... Мозги... Убираем контактные... И вот этот вот... Карбюраторы... И делаем нормальные мотоциклы... Или я ухожу... А... Как все старики... Карбюраторные берут... Барабанные тормоза берут... Двухтактные берут... Давай ляпать... Пока их не перестанут брать... Ну, логично... Да... Он молодец... Короче... Он двинул эту компанию очень серьезно... Вот... А там... Где-то там уже... Такие года... В какие... В 80-е уже года... Они начали выпускать... Договорились с Кавасаки... И начали совместно делать... Мотоцикл... Такой... На нем было написано... Кавасаки и Баджаджи... Он там... Стокубовый был... Их там два вида были... У них такие названия были... ГБР какой-то там назывались... Они так... Жутко... КБ... КБ-100... КБ-125... В 86-м году... Они их начали делать... Они были неплохие... Продавались по всем сетям... По всей... По всей стране... Да... Компания... Баджаджи... Имеет 37 компаний... По всему миру... И... Компания, которая производит мотоциклы... Называется... Баджаджа... Авто... ЛТД... Вот... Мы рассказываем теперь... О маленькой... Небольшой компании... То есть... Весь остальной бизнес... Там... Металлы... Там... Какие-то... Вообще... Мифические вещи... Там... Страхование... Финансирование... В семнадцатом году... Вот этот... Парнишка получил медаль... От президента страны... То есть... За заслуги... То есть... Это... Это целый роман... Это целое... Индийское кино... Про всю эту семью... Можно фильм снять... Там... Все... Столько... Наверное... Интересного будет... Такой сериал... Может когда-нибудь... А вот... Двухколесное... Это маленькое подразделение... Которое... До сих пор работает... Да... Значит... Компания Bajaj... Четвертая... Компания в мире... По продаже и производству мотоциклов... Четвертая... А мы такого не знаем... И первая... И первая в мире... По производству трехколесных мотоциклов... То есть... Вот эти все тук-туки... Больше чем она производит... Никто не производит в мире... Вот... И... Ну все там в Индии продается... Наверное... Все-таки тоже миллиард... Значит... Продается уже... Вот наша страна... Это вот... Пол процента... Того что они продают... Они всю Южную Америку... Забили... Всю Африку... Забили... И все арабские страны... Все на этих мотоциклах... Да... Все на этих мотоциклах... Ну вот мы были в Марокко... Вот эти вот... Баджаджи... Трех это... С кузовом... С рулем... И нам с руль сидит такой... И рулит этот... Вот... Их очень много... А я... Эту компанию... Вообще... Не... Не... Не понимал... Что это за компания... Совсем недавно... Услышал слово... Какой-то... Баджадж... Потом меня пригласили на тест-драйв... Этого... КТМа... Пару лет назад... И... Мы там менялись... Менялись... Ветер как раз это... Организовывал... У нашего дилера... Который здесь есть... Вот... И мы там менялись... Катались... Я сперва сел на самый большой... А потом садился на самый маленький... А потом еще разглядывал с лупы... И смотрел... Вот этот Дюк 350... Который... Вот... И... 390... Дюк 390 по-моему называется... Вот... Такой симпатичный... Бодрый мотоцикл... Такой крепенький... Ну... Маловато конечно для меня... Вот... Но... Очень неплохой... Я начал смотреть... Ну... Как же... КТМ... Тормоза Баджадж... Ручки Баджадж... Много таких всяких надписей... Непонятных... Ну вот... Оказывается... В 2008 году... По-моему... В 2007 году... 49% акций КТМа... Купила компания Баджадж... И... Что они с этого... Дело поимели... Они... Значит... Поимели технологии... И... У себя на производстве... Начали делать... Малокубатурные... Вот... КТМ... Дюк... И... Естественно... Все ихние мотоциклы... С 2007 года... Тоже начали обретать... Какие-то необычные вещи... И вот... Хедлайнер... Это... Этой компании... Доминар 400... Это... Очень похож на мотоцикл... Вот... Как раз... Дюк... Но... Если их поставить рядом... Они абсолютно разные... И только низ двигателя похож... Вот... А ну... Индусы... Значит... Вставили в головку... Три свечи... Не знаю зачем... Наверное... Чисто вот... Чтобы... Вот... Цилиндры... Один весь... Это... Как ежик был... Свечках... Но... Все равно... У КТМ... 44 лошадиные силы... А... А... У этого... Доминара... Всего лишь 40... И это... Рестайлинг... У них... Еще три года назад... Этот доминар... Был всего лишь 35 лошадиных сил... Вот... Значит... Вот такая интересная компания... Мы потом... Раскидаем все по моделькам... Если у нас получится... А... Значит... Позвонил я Лохматову... Я сперва посмотрел... Кто у нас дилер... И позвонил Лохматову... Алекс Моторс... Байки про байки... И про байкеров... От Алексеевича... Мото М... Итак... Банджаджи... Модельный ряд... Заявленный в предыдущем блоке... Итак... Алексеевич... Рассказывай... Что там есть у них? Ну... Когда... Мы начали ремонтировать эти дюки... У них там... Случались... Загадочные ошибки... Что-то опять со звуком... Нормально... Нормально... Все хорошо... Случались какие-то... Проблемы... А туда оборудование ставится... Бошевское... Но где делается... Бошевское оборудование... Мы не знаем... Наверное в Китае... Поэтому... С этим дюком... Все было нормально... То есть... Всегда все... Работало... И если что-то ломалось... Мы тут же чинили... А вот когда... Накрывалось что-то с инжектором... И... Вот с этой электроникой... Которая Бошевская... Вот мы всегда... Очень долго... Выискивали неисправности... Всякими методами тыка... Лечили эти мотоциклы... То есть... Получается что... Все... Все что сделал Баджаж... Оно было целое... А то все что пришло... Как бы... Немецкая Бошевская... Ну... Из китайских провинций... Почему-то какие-то проблемы... Может быть они делаются в Китае... Но... Ну... Откуда столько косячков... Как бы... Не знаю... Ну а в целом... Ну... И поэтому я начал интересоваться... Думаю... Что такое Баджажа вообще... А что у нас... Дилеры есть... И оказывается... Что дилеры у нас есть... А самый интересный дилер... То есть дилеров несколько у нас... Не знаю... Три или четыре... Если не больше... Ну... Самый интересный дилер... Это Лохматый... Алекс Моторс... Да... Знаем... Чем он... Крут... У него до сих пор... Руки растут из того места... С которого должны расти... И плюс... Он значит... Хорошо крутит гайки... И поэтому... У всех если есть провал по Римзонам... То у Лохматого с Римзоной все зашибись... И поэтому у него любят покупать мотоциклы... Потому что если что-то с ним... И у него всегда есть запчасти... Всегда есть эти расходники... А для нового... Так как он торгует новыми мотоциклами... Для нового... Первые два-три-четыре года там... Нужны только расходники... Запчасти приходят из Москвы за три дня... Любые... То есть как бы... Да... Еще эта компания машину делает... Маленькую... 5 тысяч долларов... Это муравей какой-то или как... Нет... Не муравей... Как-то называется... Как-то смешно... Смешно... Это машинка вообще самая маленькая... Которую я видел... Проходимая достаточно... Такая уютная по-своему... Ну... Те кто бывали на выставках... Которых у нас уже несколько... Квайт называется... Квайт вообще... С 15-го года у нее выпускают... Это вот такая вот машина... Там четыре двери... Один мотоциклетный... Четырехтактный... Одноцилиндровый двигатель... 15 лошадиных сил... Я не знаю куда она ездит... Но оформлена она как квадроцикл... То есть если у тебя есть квадроциклетные... Права... Права... Можешь спокойно ехать... А вот если категория А... Вот я не знаю... По-моему нет... Или Б... Вот... Ну... Лохматый... Короче... Чинит... И поэтому... Я его допросил с пристрастием... И что же продается? У нас продается... Боксер... То есть... Грубо говоря... Самый маленький... 86... Там... До 100 тысяч... Рублей... 100... 125 кубов... Вот... И... И чуть-чуть повыше... То есть там значит... Такая серия значит... Этих мотоциклов... 100... 125... 150... 200... 220... 350... 375... 371... Вот... И вот весь модельный ряд... Причем... Один 125... Может быть дороже чем другой 125... Потому что у него там что-то круче сделано... Плюс у них там есть... А-ля типа чоппер... Чоппер... А-ля типа иллюминаторы какие-то... Которые есть... И стрит... И... И круизер... У него стекло... Спинка есть... Сиденье большое... 220 кубов... Сколько стоит? Честно говоря... А там все очень просто... Начинается... Самый дешевый... Сто долларов... Восемьсот девяносто... Нет... Восемьсот там... Восемьсот девяносто... Девятьсот долларов... Грубо говоря... И самый дорогой там... Три с половиной... К примеру... Вот все... Вот в этом... В этой грядке... И ты уже там выбираешь кубатуру себе... Все дедушки... Которым нужно доехать до рыбалки... Или до магазина ближайшего... Все туда идем, да? Все берут первую... Первую версию... То есть самую дешевую... Все молодые парни... Которые... Ну... Вот этот вот... Мотоцикл... Как его называют... Да что за... Банжаджи... 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 Я вспомнил, да... Банар... Блин... Ну неважно... Ладно, да... Хорошо... У нас же обзорная программа... Неконкретная... Банжаджи... Банжаджи групп... Вот я читаю... Да... В Мумбаи... Да... Основаны они в Мумбаи... Ничего себе... Действительно... Слушай... А как же так? Почему... Почему я их не вижу в городе? Короче... Вот этот доминар... Там... По 30... По 50... По 100 штук... Люди продают... За сезон... Таких мотоциклов... То есть молодежь... С удовольствием их берут... Они... Смотрятся... Вообще современно... Он выглядит... 377 тысяч рублей... Интернет говорит... Да... 377 тысяч рублей... Это же... Банжаджи доминар... Новый... Практически... 400 кубовый... Который... Очень бодро едет... Как бодро? 7 секунд... До сотни... Конечно... Не очень бодро... Но зато... Ты как на велосипеде... По городу... То есть быстрее чем он... Никакой мотоцикл не приедет... То есть тут... Не нужна... Этот... Какая-то... Резвость... Какая-то там... Бешеная скорость... Он маневренный... Легкий... У него перевертыш... Тормоза дисковые... Моноамортизатор... И он выглядит... Вполне достойно... Вполне достойно... И в общем на нем очень удобно ездить... Поэтому молодежь берет... Посерединке уходит меньше... Их тоже все берут... Но они меньше всего продаются... Так что... Слушай... Ну 145 тысяч рублей... Ну это вообще... Что это за деньги? Да это вообще... Вот купил три года... Отъездил... Потом... На металлом сдал... Пошел... Купил другой... Но люди ездят... Вообще же в Индии покупают мотоцикл на всю жизнь... Купил и выкинул... Что это не... Ну я условно говорю... Ну как-то недорого... По качеству... По качеству... Это как эксперт и дилер говорит... Качество... Все-таки сказывалось то... Что они давным-давно работали с японцами... Угу... Качество... Вот... Китайское... Вот... Японское... Вот они посередине... И... Некоторые модели... Ближе уже к японцам... Да... Чем больше кубаторные... Они уже ближе к японцам... Угу... И поэтому... А цена почти одна и та же... Что китайские... Что индийские... Но индийские качественнее... Вот... Выглядит они очень друг на друга похожи... Но там... Вот... Ты разбираешь этот баджадж, да... Допустим... А там на каждой пластмасске... Тиснение... Баджадж... То есть стоит станочек делает... Эту пластмассочку... Эту пластмассочку... Эту железочку... То есть они очень много делают чего-то своего... Сами... И очень мало докупают... Сейчас же все конверсия... Я... Значит... Зачем я буду строить свой мотоцикл? Я, значит... Рамы куплю у этой компании... Значит... Тормоза куплю у Brembo... Значит... Инжектор у Боша... Мотор у Ротекса куплю... Так... Значит... Крылья куплю у китайцев... Фару у Хеллы... Так... Значит... Сляпали все... Цех прикрутили... Дрынь... Завел все... Зашибись... У нас завод... Мото М... Петербург... Да... А вот это... Накупить вот этих вот станков... Поставить людей... Обучить... И чтобы они прессовали эти всякие штучки... Это другое дело совсем... Это совсем другое дело... Да... Да... У нас потихонечку сейчас время будет заканчиваться... Да ладно... А впереди... Приключения... Твои... Сегодня будем говорить... Ну... Ладно... Сохраним пока интригу... Так вот... Что бы ты советовал... Баджаджам... Нашим... Вот я просто... Прошлый раз... Я почему тут... С Баджаджем с этим... Ты просто... Прошлый раз говоришь... А вот... Что ты посоветуешь... Чтобы люди... На чем ездить... Я говорю... ЮБР 125... Я посмотрел... Эти качества... И за частями... И дешевле... Да... Они все... Примерно... В этой же... Ценовой политике... Просто я к тому... Что... Индусы... Они покачественнее... И они очень сильно... Скаканули... Вот... С 2007 года... Они очень сильно... Скаканули... По этой... По технологии... У них же еще... Royal Enfield... По-моему... Это... Вот эти товарищи... Они еще... Выпускали... Известный мотоцикл... Допустим... Он называется... Enhiel... КЛЕ... Знаменитая серия... Кавасачи... Индуристых мотоциклов... КЛЕ 250... Выпускал... Как раз... Баджаджи... И... Иллюминатор... 173... Тоже выпускал... И кстати... Кавазаки... Ниндзя 300... И Ниндзя 600... Вот... В 90-х годах... Они все шли из Индии... Никто не обращал внимания... Ну... Вообще... Это... Нормальная практика... Потому что... Многие компании... Заводы ставят в разных местах... И потом... Перетусовывают со всего мира их... Скутеров-то у них как много... Ничего себе... Ой... Там... Лучше не смотреть... Там столько всяких моделей этих скутеров... Чего они там только не делают... О... Да... Вообще... Вообще... Это... Огромные заводы... Их... Вот этих... Мотоциклетных там... По-моему... Три... Один какой-то даже в Малайзии находится... А так... Вообще... Вот... Вся эта компания... С другими производствами... Она по всему миру... Даже в Америке есть... Слушай... Кто-то сейчас вот слушает... Наш эфир... Из тех... Кто хочет приобрести мотоцикл... Услышали вот это название... Может быть... Впервые в жизни... Давай я тебя спрошу от их лица... Если... Потому что вкусные цены... Действительно... Недорого... Все-таки... Решится купить такой мотоцикл... То с обслуживанием как-то... У нас же все привыкли... Что мотоцикл... Это Харлей... На него все есть... А вот на это... Я не знаю... Если я этот... Вот... Если вы купите Баджат... Что... В любом дилерском... Все равно вам придется ехать к Лохматому... На Московское шоссе... Потому что... Вот у него лучше всего получается... Но на самом деле... Там ничего такого уж очень сложного нету... Можно и самому починить... А так в принципе и наша мастерская такие мотоциклы чинит... И в любой другой мастерской починит... Позвоним Лохматому... Спросим... Закажем деталь... Он привезет ее из Москвы... Мы курьером пришлем к себе... Прикрутим и отдадим мотоцикл... Ничего страшного... Да... Так что... Что... Что самое хорошее... В мотоцикле и в каком-то новом бренде... Запчасти... Вот чтобы были запчасти... Ну да... Первый год вас это не волнует... Ну второе не волнует... Но потом в конце концов придет момент... Когда надо будет... А вам скажут... Как эти... Десять лет назад... Про китайские... Только контейнером по одной штучке не высылаем... Очень далеко... Ну... И они были правы... Да... Это сейчас... Ситуация поменялась... В Москве там очень большие дилеры... Их тоже там не один... Этот дилер... И они там стараются... Закупают деньги... Вкладывают... Но москвичи есть деньги... Они могут себе позволить большой склад... Так что... Все хорошо... Аминь... Завершаем... Первый в этом году выпуск... Программы байки про байки... Сегодня байки были про... Господи... Баджадж... Правильно я произношу? Ну как-то так... Ну примерно да... Бренд производителей индийских мотоциклов... Большое спасибо Алексею Марченко... Которые не уходят из студии... Да... Кстати... Они скоро выпущут электрические... Так... Чтобы одевать резиновые перчатки... Чтобы вас током не ударило... Это были байки про байки... На Моторадио... Ох... Ух... 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 Продолжение следует...